Ламина вас всех приветствую, дорогие друзья, с вами Эл. Добро пожаловать на продолжение прохождения Cyberpunk 2077. Угадайте, куда мы направляемся? Мы направляемся к нашему риперу Виктору, чтобы отдать баблишко, потому что у меня, в принципе, уже всё есть. Я переработал всё своё снаряжение, вот это весь перегруз, который был в предыдущие разы. И мой лук, если можно выразиться так, выглядит сейчас вот так вот. Конечно, вот эти вот штанишки, они являются хотя бы легендарными. Прочные штаны, чёрные полосы из нано-волокна. Дают хорошую броню, но у меня модификаций на них пока нет. Выглядит, конечно, как труселя какие-то, клоунские, вместе со штанинами, но, по крайней мере, они очень хорошо защищают. Это как из оперы то и то, что в MMORPG девочки в броне, топовая броня, а там буквально одна полосочка защищает её, и поэтому... Поэтому всё. Идём к нашему старому другу риперу. Чё нет? Да, идём, я ж говорю. Рипер, где ты там? Виктор. Мой старый друг, я принёс тебе баблишко. Я, наконец-то, наскрёб денег, чтобы вернуть тебе долг. Да придержи пока, они тебе нужны больше, чем мне. Нет, Вик, с собой в могилу я их не заберу. Возьми. И спасибо, что столько для меня сделал, не получая взамен ни Энни. Для того и нужны друзья. Это крутяк. Теперь мы можем у него вставлять различные импланты. Так, и посмотрим. У меня там ещё были какие-то снаряжения, которые, в принципе, я могу себе вставить. Ваши предметы. Тут у меня ничего нету. У меня прям где-то было. Я прям это помню. Надо только поискать. Из моих предметов тут особо-то ничего и нету, да? Иммунная система. Нервную систему можно себе подлатать. Позже сделать. Но я думаю, на этом мы деньги ещё найдём. Операционная система. Ладони, руки, ноги. Интересно, у каждого рипера, наверное, разное снаряжение какое-то. Разные киберпланты. Поэтому, я думаю, поднакопим денег и ещё раз к тебе вернёмся. Как бизнес? Как бизнес идёт? Да, знаешь, не жалуюсь. Корпораты ко мне теперь не лезут. А Росака снова набирает себе наёмников. А значит, я тоже без работы не сижу. Повезло тебе с мести. И помогает, и найти её твоё терпит. Да, что сказать. С аренды я уж точно не прогадал. Вот именно. Думаю, мало кто в Найт-Сити может сказать про себя то же самое. Да, жив до моих лет неизбежно теряешь иллюзии. И жить становится куда проще. Вроде выглядишь ты неплохо. Слушай, ты не смейся только. Я в городе видел кое-что странное. Ну, типа рисунки на стенах. Но только не настоящие. Ага. Ну, бывает. Кироша глючит. Давай гляну. Не, не. Это не глюк. Рисунки слишком сложные. Они, типа, как символы. Ну, значит, проблема в биочипе. Мозг не справляется с объёмом данных. Вот и глючит. Либо данные ебашат прямо в кору. С этим можно что-нибудь сделать. Не, ну разве что как-то избавиться от биочипа. Ну, ты же понимаешь то, что мы, в принципе, в процессе этого действия. Так, нам нужно, знаете куда? Я вам сейчас покажу. Добраться до укрытия. Мы там в предыдущей серии стырили кое-какую девицу. А, может, ты чё не знаешь? Я видел на улице странную картинку. Вроде по твоей части. Как она выглядела? Я сделал кадр. Вот, смотри. Таро. Старший аркан. Высшие силы явили тебе знак. Какой аркан? Это что вообще? Карта Таро. Архетип. Знания, представленные в форме символа. Обозначение этапа твоей жизни. Выбирай. Ха. То есть ты думаешь, что это высшие силы говорят со мной через карты Таро? С тобой или с Сильверхендом? Может, с обоими, раз у вас сложился такой гармоничный дуэт. О, да. Дуэт у нас прям гармония-гармония. Прям притирочку друг к другу. Да, высшим силам неплохо бы выражать свои мысли яснее. Ах, мир подобен лабиринту иллюзий. Свет с трудом пробивается в темницу нашего земного существования. Ну, блядь, зашибись. И что мне делать с этим непонятным знаком от непостижимой мне высшей силы? Попробую поискать другие знаки. Карты Таро описывают путь. Следуй ему. Ну, найду я их. А дальше-то что с ними делать? Ищи другие изображения. Должна быть какая-то связь с теми местами, где ты их находишь. Подумай о том, что видишь. Они наверняка посланы тебе в помощь в твоих поисках правды. Честно говоря, правда в моем списке приоритетов первое с конца. Тебя ждут сложные испытания. Однажды придется выбрать, какой дорогой идти дальше. Тогда ты поймешь. Ну, не знаю. Возвращайся, если еще что-нибудь найдешь. А я помогу расшифровать. По рукам договорились. Кто-то там, наверное, напишет то, что зачем ты отдал Виктору 21 тысячу долларов. А я, знаете, скажу. Друзья есть на то и друзья, чтобы друг другу помогать. Он мне помог. Я не мог остаться в стороне и не заплатить ему за его проделанную работу. Так, мне необходимо сейчас пункт добежаться до сюда, чтобы потом быстренько тпшнуться в офис компании Доломейн и пешком добраться до квартиры номер 303. Для чего нам это нужно? Это нам нужно для того, чтобы выполнить задание. Там у нас писал наш дорогой друг. Сейчас покажу. Где он у нас был? Вот он. Вот квартира. Вайт-стрит, заброшенный дом, третий этаж. Конечно, он написал с ошибкой. Да он, видимо, торопился. Быстрее. Скорее, постучи четыре раза. Чтобы за тобой никто не слил. Четыре раза. Запомнил? Подтвердить. Да, четыре раза. Прекрасно. Лучше перестраховаться. Не забудь, четыре раза. Интересно будет. Там будет выбор. Постучаться три раза. Либо же два раза. Что он с нами сделает? Застрелит нас? Че это тут? Ладно, хватит с меня. Все, ухожу, ухожу. Вы знаете, почему... Нажливленный центр. Где же наша штаб-квартира? Офис компании. Перемещаемся сюда. Что же там будет у нас с нашей Ханако, которую мы похитили? Наглым причем образом. У всех на виду устроили беспричинный беспредел. И вот произошла такая ситуация, то что... Наш дорогой Якудзяка взял и эту бабишку-то с собой затащил. Надеюсь, он ее там не пытает. А прикиньте, это будет... Знаете кто? Это будет наш общий союзник, с которым мы потом будем разруливать эту всю корпорацию Аросаки и отставить на уши. И кто такие? Бандосы, боевые стимуляторы, работорговля. Ты у нас... Ты у нас тоже промышляешь? Проникновение на корпоративную территорию. СБИ на государственного служащего. Убийство. Ну короче, дают на них небольшие награды. За вот этого 10 кредитов дают. Поэтому смысл их трогать, да? Только руки марать. Нормально. Никто нас тут не задавит, надеюсь. Так, 4 раза. Запомнили? Обязательно надо постучаться. Иначе нам, мне кажется, придет кирдык. Заброшено у вас тут. Закусим на дорожку. Четыре раза. Пил, пил, пил. Заходи, только побыстрее. В чем спешка? Я боялся, что тебя схватили. Может, теперь вы расскажете, чем вы думали? Я применил снотворное. Она пыталась запустить свой трекер. Выбора не было. А тогда нас бы отследили, да? Я предложил ей чаю. Вы похитили Ханако Арасаку и предложили ей... Бля. Чай? Да, она вежливо отказалась. Да, конечно, ты ее похитил, блин. Скажи всю правду о Юринобу. Ничего не приукрашивай. И четко назови свои условия. Может, к тебе она прислушается. Опять сбой. Здравствуйте. Ханако-сама. Он, я это человек. Пожалуйста, расскажите. Куда-ка-ка, да? Куда-ка, да? Я был в компеке Плаза в тот вечер, когда убили Сабура Арасаку. Его не отравили. Это ложь, которую распространяет ваш брат. Он и есть настоящий убийца. А когда поверит-то, блин? Нужно быть сумасшедшим, чтобы всерьез говорить мне такое. Мне нечего терять. Я умираю. Понимаете? Я такой наглый, потому что мне нечего терять. У меня в голове ваш экспериментальный биочип. Благодаря ему я смог выжить после того, как мне выстрелили в голову. Только вот теперь этот чип меня убивает. Он виновник сидит. Тенграмма одного из ваших конструктов переписывает мое сознание. Если я не найду способ это остановить, то моя смерть будет очень печальной. Ханако-сама. Он свидетель преступления, которые совершил ваш брат. Мы подтвердим каждое его слово, если вы поможете ему с биочипом. Ханако-сама. Услуга за услугу. Че смотришь? Ты слышал? Иди проверь. Ща. У меня тут есть, конечно, катана моя любимая. Ща проверю. А, я не могу ее достать. Очень жаль. У меня очень плохое предчувствие. Ой-ой-ой. На землю, сука, не двигаться. Ну, в принципе, этого и следовало ожидать. Это последний шанс съебаться. Такимура. Я не могу его там оставить. Забудь про него, он уже труп. Или хочешь присоединиться? Блин, неужели реально Такимура убили? Это будет печально. Пригнись смотри в оба твоей коридоре. Так, сделаем запрос. Так, что мы можем извлечь? Больше данных мы можем извлечь. Нам необходимо. БД. А, все. А больше мы ничего и не можем. Так, Е9 и БД. А мы даже это не можем сделать. А можно еще раз? Так, кто-то у нас тоже там заметил. Так, БД. 55. 7А. Да тихо не вступай Вот туда вам Она прилепилась Они тоже кидаются Ой-ой Да уйди ты отсюда Перезаряжается он Хорошую пушку я нашел Очень скорострельная кстати Ох ё А чего? Это было довольно больно Надо немножечко раскидать их Все слепить ничего не видно Как они тут? Конечно раз таки мы перешли дорогу прям Очень-очень сильный Сейчас подожди Я данные соберу еще раз попробую Так нам надо 7А 7А По диагонали есть А мы как это можем сделать? А можем например 55 Потом 7А 7А Ээээ Ладно Надо потренироваться будет Так тут по трошке я веду Че можем включить? Да давай не трынди Лови Да очень подозрительно Так давай замыкание тебе устроим А тебе можем замыкание устроить? Они меня перегревают Тебе тоже мы замыкание устроим Ну блин кидаются Ох я Они со всех сторон Так мне надо запрос сделать Могу ли я запросить сколько их там и где они находятся? Перезаряжаюсь 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 Цель будет дыма Принято Блин гады а Вылазь Еще Ну Вот это тема Он хиляется еще Приближаюсь к цели Это другое дело Быстро Быстро Да как бы эти бы лампы отрубить бы Вообще же нихрена не видно А Заперто Понял Значит идем в другую сторону Гадина Гадина Перегревает У нас потери Давай Я-то боюсь Ага Фиг там Гадина Я же тебя сам перегрею Вот так вот дела делаются Ай блин Он током стреляет Или это Аааа Это ты что ли Током бьешься Ой Попали мы короче с вами В такую передрягу Мама не горюй Вот мы уже У выхода Ааа Что за хрень Не смей падать в обморок Ты меня слышишь Нам надо срочно валить из города Нет А что они хотели Просто по фити Почти одного из главных человеков Корпорации Аросахи Как думаешь Такие мотели строят специально для неудачников Вроде нас Кондер не пашет Под матрасом старые шприцы Толчок забит Ты нам скажи Джонни Нет серьезно Кто сука приезжает сюда ночевать Мы же от Найт Сити Всего в паре километров Тот кто уезжает Сюда не заворачивает А тот кто приезжает Ночует сука в городе Кому нужен мотель Посреди ебаного ничего Джонни Что? Завали свой сраный ебальник Будь добр К чему этот словесный понос? Кому от него легче? Никому Ишь как роли поменялись Джонни Твою мать Теперь нам приходится сидеть и ждать Пока сюда вломятся штурмовики Аросаки Если кто-нибудь постучит Разноси дверь к хуям Мне не усралось закончить как Такемура Такемура наверное живой еще Черт его знает Почему бы и нет? Тачка Да, тачка Да, тачка Блять Только один Палец на спуске Постави Это точно доброжелатель И не звука К двери не подходи Я же знаю что ты там Хрен там Меня нет Меня там точно нет Ты спишь что ли? Пора вставать Нет, не сплю Я же знаю что ты там Я же знаю что ты там Я же знаю что ты там Так она все равно Ты спишь что ли? Пора вставать Да встал я встал Кто там? Кто там? Я спросил кто там? Хочешь чтобы услышал весь мотель? Или что ты откроешь? У меня оружие Так что без фокусов Наконец-то Фу блять Что там за дерьмо на стене? Кровь? Да Дерьмо Что начнется? Что начнется? Это кукла Или прокси Ханака Я должна сразу кое-что пояснить Мое мнение не изменилось Но Ханака? Это вы? Я больше не могу себя обманывать Я верю тебе Ханака Еееееееееееееееееееееееееееееееееяя Одна поверила Как вы меня нашли? Ты думал что уехать из города будет достаточно Так ему рассказал мне что поставил на тебя трекер Но это не так важно. Если Арасака хочет кого-то найти, она его находит. Фарфоровая сука. Жаль, что вы мне тогда не поверили. Может, Гора был бы все еще жив. Скажи, что он жив. Когда упоминаешь его, не забывай, что мы сейчас разговариваем только благодаря ему. А, ну все-таки мертв. Так что, прояви уважение. Понятно. Хорошо. Пока меня вот этот вот чувачок, который у стены стоят, не прикончит до конца. Понимаете? А из моего трупа будет довольно хреновый свидетель. Я понимаю. Расскажите мне все, что знаете о Микоше. Микоше. Это один из главных проектов моего отца. Цифровая крепость с серверами, которые размещены на орбитальных станциях. В своем роде это такая библиотека конструктов личности. Оцифрованных душ. Или тюрьма. Зависит от точки зрения. Но как ни называй, там ты спасения не найдешь. Ты ничего не знаешь ни о биочипе, ни о процессе создания конструктов. Я нашел вашего перебежчика. Хельман прятался под крылом у Кантао. Мы поговорили. Он сказал, что Инграма рано или поздно меня поглотит. Этот процесс нельзя остановить. Удивительно категоричное заключение для ученого. По крайней мере, я получил чертежи биочипа. У меня есть вся информация о технологии и какая-то техническая документация. Это пригодится. Даже очень, я бы сказала, учитывая, что Хельман еще жив. Я свяжусь с ним и объясню, что из Иросаки не убегают через Черный Ход. Мне удалось связаться с Альт Каннингем. С той самой? Да, которая изобрела душегуб. У меня есть его измененная версия. Она должна нам пригодиться. Это все, что у нас пока есть. Что дальше? Предлагаю встретиться лично. В углях. В центре города. Там безопасно. И вот что важно. И мне, и тебе. Теперь следует быть очень осторожными. Нормально так. СМС-ка. Хороший СМС-ка, да. Знаешь что? Че? Было бы проще, если бы сюда вломился спецназ Арасаки. Мы получили, что хотели. Тебя от Прокси так покоробило? Меня? Да иди ты. Да ты сам подумай. Еще вчера Ханнака жила в волшебном мире с пони и радугами. А что перед ней оказалось сегодня? Чужой город. Брат-убийца. Ну и херовый вор. Поэтому она и послала Прокси. Она одна. Ей страшно. Еще больше, чем нам. Ах. Щелк. Что? Что ты там щелкаешь? К твоему ошейнику пристегнули поводок. Это, наверное, отслеживающее устройство, да? Плохо дело. Ну и не говори. Ну как? Еще что-нибудь скажешь про фарфоровую сумму? Блядь! Так, приготовься. А, мне что-то совсем плохо. Блядь! Джонни! Ты еще не умираешь. Я тобой займусь. Джонни! Опять 25, короче. Так пахнет морской бриз. Вставай. В пасифике в это время красиво. Этот приступ меня чуть не обнулил. Почти. Мы в пасифике? Что это за здание? Бывший отель Пистис София. Сейчас мы единственные гости. Хочу тебе кое-что показать. Идем. У тебя в руке был псевдо-эндотрезин. Понимаешь, без него в этом теле жить немного тяжеловато. У меня было чувство, что твое спящее я старается от меня избавиться. Пришлось с ним побороться. Главное не отъехать. Ты что, хотел принять таблетку? Ну что за херня? Если бы я хотел получить полный контроль, я бы принял ее раньше. Ну, как-то по сути, да. Окей. Я тебе верю. Спасибо. Для чего ты нас сюда привел? Полезай через окно. Думаю, с этим-то ты справишься. Побежаешь. Ты хотел знать, зачем я тебя сюда привел. Вот тут, где я стою, есть тайник. Открой его и посмотри, что там. Там будет твоя пушка. Было бы круто. Или деньги. Это твое? Было раньше. Теперь уже твое. Ого. Пятьдесят лет назад. Война в Мексике? Я был молод и глуп, как ты. И записался в корпоративную армию. В Мексике я понял, что какую войну не возьми, побеждают всегда корпорации. А проигрывают обычные люди. Ну и ты, конечно, решил рассказать об этом миру в песне. Сперва я свалил из армии, потом закрылся в этой комнате, лег на кровать и месяц тупо смотрел на вентилятор. Очень хотелось бы сейчас лечь и смотреть на вентилятор до бесконечности. Вот я и привел тебя сюда. Я не хочу, чтобы ты проводил недели и месяцы в бессмысленном ожидании. Зачем ты мне их отдаешь? Представь, что мы на войне. Сражаемся вместе, плечом к плечу. Скажи, ты закроешь меня от пули? Ну, чисто теоретически, я никак не могу закрыть сам себя от пули, потому что у меня в голове. Но так, может быть, да? Да, да. Закрою. Это жетоны человека, который в Мексике пожертвовал жизнью ради меня. Я долго думал о нашей истории. Надеюсь, ты понимаешь, что я на твоей стороне. Когда придет время, я отдам за тебя жизнь, а сам исчезну. Жетоны напомнят о моем обещании. Жестко. Я... Я сделал бы то же самое. Да? Спасибо. Неужели ты правда думаешь работать с Ханако? У нас есть выбор? Я сделаю все, чтобы выжить. Даже если при этом придется запачкать руки. Слушай, делай, как тебе кажется правильно. Ты здесь босс. У меня только одна просьба. Какая? Адам Смэшер. Тот хуй, который меня убил. Что бы со мной ни случилось, я хочу знать, что его конец будет мучительным и страшным. Смэшер? Мы его уже видели. С чего это ты вдруг сейчас про Смэшера вспомнил? Не понимаю. Когда мы его видели... Не было случая поздороваться. Поэтому надо найти его и закрыть эту страницу. Это жестко. Это твое последнее желание. Месть? Это еще не все. Еще я хочу, чтобы с тобой пошла бестия. Как старые добрые времена, да? Это мне не так же важно. как и для нее. Я понял, к чему ты клонишь. Это получается то, что мы повторим по сути то же самое, что повторил Джонни. Только мы пойдем убивать Смэшера? То есть, мне рассказать бестии все как есть? Лучше, если я сделаю это сам. Лично. Просто прими таблетки Мистии, а я по-быстрому решу все вопросы. Ты понимаешь, что я от этого плана вообще не в восторге? Я поговорю с бестией насчет Смэшера и сразу отдам тебе тело. Обещаю. Расскажи по пунктам, что ты хочешь делать. Я скажу бестии правду и попрошу ее о помощи. Привет. Меня тут выгнали из ада. Решил к тебе зайти. Нет. Мне нужно просто сказать ей про Смэшера и повспоминать старые времена. Она сразу клюнет. А если нет? Хорошо. Я это сделаю ради тебя. Спасибо тебе, Ви. Отвези меня в посмерти. Обещаю, ты не пожалеешь о своем решении. Мне вроде получше. Пора идти. А мне еще покалывает там, где у тебя сердце. Это уже вряд ли пройдет. Эх. Ну что? Отель пустит София. Я правильно запомнил. Ага. Хорошее место, чтобы умереть. Но не сегодня. Сюда может приезжать всякие суицидники, чтобы покончить с собой. Очень сильно на это похоже. Так, значит, надо нам встретиться с нашей бестией, да? Так, а Смэшера мы фиг убьем его. Там же кошмарная огромная машина для убийств. Опа. Кто-то написал СМС-ку. И это у нас Дакота Смит. Привет, Вик. Так получилось, что у меня появился кварц-бандит. Какой-то городской мальчик. Думал, что будет на нем рассекать по улицам, хотя сам даже руль толком держать не умел. Писался в гонке, поставил тачку на свою победу и проиграл. Теперь она моя. Говорят, по скорости пустошек с этой машиной ничто не сравнится. Конечно, если у водителя руки из нужного места растут. Модель якобы разрабатывал сам Билли Маккарти по кличке Бандит Арчер. Выпустил всего несколько штук таких. Координаты я тебе отправил. Не упусти свой шанс купить хорошее авто. Можем авто купить, но благо у нас денег нету. Поэтому фиг вам они авто. Так, дайте мне, пожалуйста, далековато. Встретиться с Ханако. Наверное, не в интересах Ханако сейчас выпендриваться, потому что у нее, грубо говоря, под боком убийца... Че новишь? Под боком убийца ее брат? О, блин. Как-то... Ну, ладно, придется с Харасака Тауэр топать пешкаросом. Но, в принципе, я не против. Прогуляемся. Можем сюда машину вызвать? А вот, в принципе, точнее, не машину, а поедем на Арчи Джеки. Нашего покойного друга Джеки. Красивый, зараза. Ну, эти штанишки, это прям последний писк моды. Надо найти какие-нибудь покруче штаны. Ну, по крайней мере, что имеем, то имеем. Последний бой, наверное, Францесс Мэшером будет, да? Нет! Мне кажется, меня должно просто было смести. Ага. Нам чуть-чуть выше. Так, поосторонись. Опа! Вот мы и приехали. Хорошо я припарковался, да? Точка невозврата. Вы достигли точки невозврата. Когда вы идете в ресторан, все невыполнены второстепенные задания, полученные заказы, станут недоступны до сих пор, пока вы не выполните все основные задания. Если у вас остались не окончены, завершите их до встречи с Канако. О! Нифига себе! Вот это нам сказано! А почему? У нас что по заданиям интересное есть? Второстепенное. Восстановить связь между Доломейном и Личностью. Найти клуб. Связаться. А, ну это, в принципе, мы тачки. Будем связывать между собой. Второстепенки, второстепенки. Добраться до посмертия. Может, до посмертия доберемся. Я думаю, туда нам, в принципе, надо бы добраться. Что-то мне не нравится такая теория, то, что я, в принципе, поиграть дальше не смогу и пройти задание, которое я хочу пройти. Поэтому мы пойдем в клуб по смерти, поговорим с нашей бестией от лица Джонни. И, может, решим этот вопрос? Надеюсь, нас сразу к Смешеру не отправят. Он из нас котлету сделает. А ты как думаешь? Ну ты как? Готов? Бестия должна уже сейчас прийти. Так, давай еще раз. Ты просто поговоришь с бестией про Смешера. А потом отдашь мне руль и снова станешь пассажиром. Ладно, посмотрим. Да не волнуйся, будет не больно. Может, тебе даже понравится. Начинаю жалеть, что согласился. Ах, была, не была. Окей, я готов. Ну, наконец-то. Ты какой-то другой. Прическу сменил, нет? Да нет, тут немножко другое. Блин, как хорошо вернуться. Мне казалось, ты и не уходил. Что будешь пить? О, пэшн, стакивай. Долей сверху пиво и брось немного чили. Коктель Сильверхэнда? Что-то давно его никто не заказывал. Так я и есть Сильверхэнда. Хе. Ну, те, будь здоровы, дорогие друзья. Повторим. Сделай. А Клэр безотказная, да? Опа. Все пошла. Пошла жара. Останови. Ты вообще-то поговорить хотел, не? Оно кидался, как в последний раз. Знаешь, что мне сейчас нужно? Оно есть в меню. Информация. Кассиус Райдер. Не знаешь, еще жив? Который татуировщик? Давно тут не показывался. Можешь сам пойти проверить. У него мастерская, вот с ней, на Першинг-стрит. Здорово. Ну, так что делаем? Козла? Или ту, другую? Блин, черт. Ты хочешь, блин, Джонни? Ты хочешь использовать наше тело? Решил или как? Давайте другую. Он будет в восторге. Вот придурок. Уши наверняка. Я боюсь, что там за ту, туировка сейчас будет. Снимай игрой. Он вроде работает на Смешера. Но я тебе этого не говорил. Да я тебя вообще не знаю. Да. Кое-что общее у нас с ним все-таки было. Руби Холлинс. Сначала я ее трахал, а потом Грейсон. Сильверхенд прям отрывается на ура, да? Еще сейчас драться пойдет, да? Эй, мармон. Сейчас еще и снимет ее, да? Симона! Симона! Ха-ха! Бастра, битала! Давай! Симона! Симона! Я, походу, сейчас отрублюсь, да? Я выиграла! Ха-ха-ха-ха! В какой руке? Да господи, Сильвер, что творишь? Есть кое-что получше. О, не! Это ты, Руби? А ты что, обо мне слышал? Поехали! Расскажу, что именно. А ты покажешь, врут или нет. Только сейчас разберусь тут кое с чем. Да ты ж сказал, отпустишь. Эй! Держи свои лапы подальше от Руби. Никуда она с тобой не пойдет. Она на работе. Ясно тебе. Не-а. Блин, как я скучал. Скучал, почему подракать? Что у тебя на улице? Джонни, твоя мать. Заждался меня? Предлагаю поехать ко мне. Бедокур. Хотя бы осколки бы убрал. Но сначала погадаемся. Тебе едят? Огонька нет? Сейчас в аварию. Это бум! Джонни, Джонни. Пошел во все тяжкие. Вот о чем я и говорил. Что так и будет. Поэтому не отвлекайтесь на разные вещи в машине. Блин. Я думала, мы умрем. Руби. Наверное, я позвоню. Позвоню. Руби, соберись. Мне надо поговорить с Грейсом. Вот это методы, решения вопроса. Все, хватит. Привет, Найт-Сити. Все, надеюсь, нас вернет обратно. Вик. Наконец-таки. Ты всегда с утра кровью варишь? Пожалуйста, давай не будем про это. Окей. Я еще при первой встрече подумала, что кого-то ты мне напоминаешь. Не гони, тебе Джонни рассказал. Ты не слишком удивлена. Вчера уже успела поудивляться. Только ты, похоже, ничего не помнишь. Ну, какую-то часть помню. Слава богу, не все. Он позвонил мне утром. Я, конечно, решила, что это ты. Подумала, какой милый мальчик. Жалко, что так быстро слетел с катушек. И что, приехала посмотреть? Просто из интереса. Ага. И встретила Джонни Сильверхэнда. Знаешь, как-то странно, что ты узнала во мне, Джонни. У тебя выражение лица изменилось. Ты, может, и выглядел как Ви, но так ухмыляться мог только он. Так говорить, ходить, держать сигарету. Я не курю. Знаю. Вас двоих сложно перепутать. Так что, спи спокойно. Он рассказал тебе про Смешера? Да. Я не знала, что он вернулся в Найт-Сити. Джонни узнал, кто на него выведет. Погоди. Грейсон? Джеремия Грейсон работает на Смешера. Джонни вытянул инфу из какой-то стриптизерши. Не спрашивай, как. А я знаю. Мы все видели. Вот и вся инфа. Я посмотрю, что с ней можно сделать. Скоро мы доберемся до этого мудилы. Знаешь, чем занимался Смешер все это время? После взрыва Арасака Тауэра в 23-м он исчез. Мы все думали, что его раздавило. Потом он вдруг появился, выполнил несколько больших заказов для Арасаки и снова куда-то пропал. Его много лет никто не видел. На отдых. Никто. Кроме Грейсона. Там этот Смешер, это, наверное, 95% машины и 5% человек остался. Я могу чем-то помочь. В таком состоянии? Нет, не можешь. Позвоню, когда что-нибудь узнаю. Окей. Договорились. Что такое? Все нормально. Надо же, этот мудак сидит у тебя в голове. Я еще с ним разговариваю каждый раз. Причем частенько. Она все еще любит, наверное, Джонни. Поэтому она так себя ведет. На. Да вот и Джонни, да? Ну, здорово. Да, блядь. Че скажешь? Это, блядь, был последний раз. Да, не знал я, что эти пилюли тебя так раскатают. Может, все было бы не так плохо, если бы ты их не мешал, хер знает с чем. Ты напиздел мне. Сказал, что только поговоришь с бестией. Так я и поговорил. Стриптизерша, драка в эмпатии, татуировка. Ну-ка, татуировка. Я должен был предъявить бестии что-то конкретное. Где? Эбу Ники? Инфа по Грейсону, который может дать инфу по Смешеру? Инфа об инфе. Это конкретно? Бестии этого хватило. Заканчивай ныть и дельтуем отсюда. Ты мне покажи татуировку, которую ты мне там сделал. Как можно посмотреть? А посмотреть себе в зеркало я, конечно, не могу, да? Ну что ж, дорогие друзья, всем спасибо, что вы были со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зовите своих друзей и не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить следующие ролики, конечно же. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok